всем привет вы на канале лазница меня зовут вика сегодня видео с каниколоном хочу показать простой способ как можно заплести даже себе косы с каниколоном и чтобы не получилась вот такая вот бяка для начала я делю голову пополам одну часть закалываю а со второй буду работать мне нужны для этой прически силиконовые резинки я цепляю их на два пальчика последних мне так удобно не нужно постоянно бегать за резиночкой завязываю первых два хвостика советую делать эти косы поближе к пробору чтобы сзади они были тоже красивы не только спереди затем беру половинку каниколона и делаю такую петельку из резиночки чтобы можно было этот каниколон подвязать к хвосту и теперь этой резиночкой вместе с каниколоном подвязываю каниколон к первому хвостику да это будут косы из резиночек но они будут похожи на настоящую косу как вы видели в начале я разделяю первый хвостик на две части главное запомнить и посмотреть внимательно теперь я буду менять прядки местами правую прядку я кладу на левую вот так вот теперь оборачиваю ими нижний хвост то есть хвост у нас идет между этих двух прядок в принципе все остальное мы делаем также как обычные косы из резиночек вы уже наверно все видели эти косы но вот фишка именно в том что каждый верхний хвост мы делим на 2 и одну прядку перекладываем на другую главное запоминаем какую прядку чтобы у нас было похоже на косу и шел узор правильно я запоминаю так я каждую прядку которая возле пробора кладу на вторую то есть сейчас правую прядку кладу на левую вам кажется что вроде ничего не происходит но происходит у вас будет узор именно косы в итоге теперь эти две прядки кладу по бокам нижнего хвоста нижний хвост убираю пока что добавляю подхват и завязываю резиночкой и так двигаюсь до самого низа вот в принципе и весь принцип вроде вы ничего не делаете но как вы видите уже вырисовывается коса похоже на обычную французскую косу главное вот эти две прядки перекрещивать между собой я все время ту прядку которую у пробора то есть данном случае правую кладу на левую с другой стороны буду наоборот левую буду класть на правую это главное запомнить и у вас все получится это легко сделать даже самому себе потому что у вас не устают руки вы можете завязать хвостик и отдохнуть опять дальше начать делать так у вас получится именно красивая коса и не только красивая но и прочная потому что скани колоном очень сложно работать если вы вообще никогда с ним не работали а таким образом у вас получится косы похожие на французские то есть их не отличишь но сделайте вы это в сто раз проще вы всегда работаете с двумя хвостами верхний и нижний верхний разделяете на две части одну часть кладете на другую то есть перекрещиваете и между ними забирайте нижний хвост наверх и под этим нижним хвостом вы завязываете вместе с подхватом с другими волосами эти две пряди и так делайте до конца по ходу плетения я вытягиваю пряди обязательно немножко проплела и немножко вытянула вытягивать вы можете до бесконечности насколько вашей длины волос позволяет и когда у вас закончились подхваты я предлагаю сделать следующее когда уже у вас свободная длина осталась вы просто завязываете верхний хвост отступая немножко делите его пополам и теперь правая прядка у вас идет на левую то есть вот так вот переворачиваете хвост и протягиваете через него нижний так вам будет проще уже работать со свободной длиной которая не нужно добавлять подхваты просто верхний хвост завязывайте делите пополам протягивайте два пальчика от снизу вверх потом вот так вот поворачиваете чтобы правая прядь была на левой и протягиваете нижний хвост и все так делаете до конца с другой стороны хочу вам показать еще вариант как можно сделать вы посмотрите и поймете какой вам будет лучше ориентир у нас вот эти вот проборы то есть мы вот так вот и отделяем проборы с другой стороны смотрим на предыдущую косу завязываем хвостики только не два первых хвостика завязываем полностью всю эту часть волос в хвостике так мы видим где у нас будет коса идти нам будет уже проще но смотря кому так что вы попробуйте и так и так и уже решите как вам лучше и делаем то же самое только теперь левая прядка идет на правую потому что она возле пробора так у нас получится симметричные красивые косы и все левая прядка на правую нижний хвост убираем и завязываем этот верхний хвост со следующим вместе то есть у нас уже есть хвостики нам не нужно отделять проборы у нас уже все размечено так что предлагаю попробовать и так если будете повторять такие косы то отмечайте меня в инстаграм всегда всем рада всех лайкаю мне очень приятно видеть вашу обратную связь вот такой у меня для вас был способ я считаю что это правда легкий способ чтобы заплести каниколон и косы будут выглядеть как обычные французские так что буду рада если вам пригодится это видео и понравится ставьте лайки пишите комментарии если вам что-то было непонятно и просто так пишите мне приятно подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны у меня канал с прическами с уроками причесок так что если вам интересна такая тема почему не подписывайтесь тогда ладно на сегодня у меня было все спасибо большое за просмотр до следующих видео и всем пока пока подписывайтесь на канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok